Встреча пешехода с автомобилистом на дороге завершилась в воде для одного из ее участников. Случай в Петербурге попал в объективы регистраторов и тут же стал одной из тем дня не только в интернете. Юристы расходятся во мнениях, что грозит водителю, который сбросил в канал, как выяснилось, теперь инвалида, нуждающегося с его слов в искусственной почке. Репортаж Алексея Карипанова. Набережная небольшого судоходного Крюкова канала в Петербурге. В рабочее время здесь практически не бывает людей, но вот машины напротив ездят довольно часто. Этот пешеходный переход соединяет между собой две стороны улицы. Именно на нем разгорелся дорожный конфликт. На кадрах автомобильного регистратора видно, как на крутом повороте останавливается красная иномарка. Водитель выходит из машины и спешно направляется к тротуару. Вот он хватает стоящего у края проезжей части человека, силой тащит его к ограждению гранитной набережной и буквально вышвыривает в воду. Это видео снято из автомобиля Виктории. Девушка рассказывает, она видела, как мужчина, отступая, пытался избежать этой драки. Водитель Ауди прижал его к ограде и после чего просто перекинул его в реку. То есть такого исхода ситуации я даже не ожидала. Пешеход пытался перейти дорогу и водитель красной Ауди просто не пропустил его. И возможно был какой-то хлопок руками, ну что-то оттолкнулся. Но это естественная реакция человека, которому почти по ногам проезжают. Я очень жалею, правда, что я не вышла. Что именно послужило причиной такого агрессивного поведения? Как рассказал нам по телефону сам пострадавший, 43-летний петербуржец, иномарка задела его в тот момент, когда он переходил дорогу. Косвенно это подтверждают и эти кадры. Вот машина прямо перед пешеходом резко уходит влево, зацепив его по касательной. Он меня задел передним крылом, потом еще решил отзорваться. На пешеходном переходе я переходил улицу, он меня не пропускал. Инвалид первой группы Вячеслав рассказывает, в холодной воде он сначала долго не мог пошевелиться. Но когда встал, глубина канала в этом месте по пояс, то 15 минут с трудом шел вдоль причальной стенки, пока ему не помогли спасатели. Перехлазление у меня. Ну я себя чувствую не потому, что это все проявится буквально, может быть, через три дня, а может быть, через неделю. Потому что дело в том, что у меня, я на гемодиализе нахожусь, я каждый день, через день подключаюсь к аппарату, искусственная почка. И поэтому, что будет дальше, я не знаю, какие там будут симптомы, как это все проявится и куда это все... Потому что состояние у меня и без этого было не особо хорошее. Имя обидчика удалось установить. За рулем красной иномарки находился 30-летний бизнесмен Максим Чешев, директор одного из крупных охранных предприятий, в числе клиентов которого бизнесмены и состоятельные люди. Он отказывается объяснять свое поведение и с журналистами не общается. Впрочем, на вопросы полицейских ответить все же пришлось. Полиция Балтийского района, водитель данного стандарта самостоятельно пришел для дальше объяснений. Он был заброшен. Материалы запроса легли в основу проверки по данному факту. Юристы и адвокаты не уверены, удастся ли привлечь к ответственности агрессивного петербуржца. Ведь, как хулиганство, говорят специалисты, квалифицировать этот конфликт нельзя. По статье «Нанесение побоев» или «Причинение легкого вреда здоровью» бизнесмену грозит разве что денежный штраф. Пострадавший уже написал заявление в полицию. Впрочем, уголовное дело пока не возбуждено.